Сижу, пью чай. Заварила вот такой вот Кертис или Кертис клубника и мохито. Очень вкусный чай. Конечно, он пакетизированный, пакетики вредные. Да, я знаю, лучше заваривать нормальный чай в заварочном чайнике. Но вот этот чай мне очень нравится. Вот из всех Кертис он самый-самый классный. И также печеньки. В последнее время я полюбила Кухмастер тарталетки абрикосовые. Там, по-моему, есть еще с каким-то другим вкусом, но они такие вкусные. Вот такие вот печеньки. Они чем-то похожи на курабье бакинское. Вроде так оно называется. То есть это песочное печенье, а внутри вот такая вот начинка. То есть такой абрикосовый джем. Но мне они очень нравятся. Если вам слышно, то там орет мой кот. Кто еще сегодня было новенького? Я зашла в магазин Оптический регион и, наконец-то, купила себе линзы и заказала очки. Ура, ура! Я очень рада, потому что до этого у меня просто не было времени элементарно походить по магазинам, подобрать себе ту оправу, которую я хочу. И тут подвернулась удачный случай. Зашла в магазин и выбрала именно ту оправу, которую я как раз-таки хотела и которая мне очень идет. Сегодня у нас пятница, и очки будут готовы где-то в понедельник либо во вторник. Придет, кстати, мне смс на телефон о том, что они готовы. Я их заберу и обязательно вам покажу. Очки стоят, конечно, очень недешево. Я думала, что я уложусь где-то в тысяч пять. Но на самом деле очки обошлись мне в семь тысяч триста восемьдесят рублей. В общем, здесь есть разные указатели по ценам. Сборка очков стоит шестьсот восемьдесят рублей. Потом оправа две тысячи восемьсот шестьдесят и также линзы. Вообще, консультанты, которые там были, мне показали какие-то буклеты, книжки. Очень долго мне что-то там вбухивали, рассказывали, что есть вот три вида линз. Самые дорогие линзы. Одна стоит пять тысяч рублей, потом вторая линза второй категории стоит. По-моему, две триста и самые первые линзы стоят тысяч пятьсот, самые дешевые. Ну, различаются они, естественно, тем, что у них более лучшее качество. Какие-то там влагоустойчивые, какие-то защищают от пыли, какие-то не царапаются и так далее и тому подобное. И мы остановились на вторых линзах, которые стоят две триста, но на них была скидка. И они обошлись мне в тысяча восемьсот семьдесят пять рублей. Ну, одна и вторая. Ну, и, короче, общий итог семь тысяч триста восемьдесят, но также еще я, так, выбрала, по-моему, какой-то, да, аксессуар. Девяносто рублей это тряпочка для того, чтобы потом можно было протирать очки. Так что вот такие вот цены. И также линзы, которые я купила, я постоянно покупаю Акувью Оазис. Здесь в упаковке шесть штук на левый и шесть штук на правый глаз. Стоили они, по-моему, две сто. Ну, и, короче, все вместе мне обошлось, ну, практически в девять с половиной тысяч рублей. Теперь я очень-очень жду очки. Вот такая вот была, кстати, тряпочка симпатичная. Также в подарок при покупке оправы дали вот такой вот пенал для очков. Забыла, как называется, вылетела из головы. И также вот такие вот буклеты. Линзы, кстати, мои называются, если я правильно произнесу, Кризал Элайс. Вот. И, короче говоря, вот такая вот рекламка. Когда я покупала очки и выбирала линзы, мне консультант сказала, что эти линзы использует Андрей Малахов. И вы знаете, мне стало так смешно. Очень прям ценная информация, которая меня реально подвигнет к покупке именно этих линз. Но это так. Вот мне, честно говоря, абсолютно все равно, кто там что рекламирует. Андрей Малахов, не Андрей Малахов. Вот такие вот какие-то есть очки. Я, девчонки, очень довольна, потому что это уже давняя моя хотелка. И, наконец-то, я буду и в линзах, и периодически так же буду носить, конечно же, очки. Вышла прогуляться на улицу. Там я завязала хвост. У меня корни черные, а хвост белый. На улицу холодно. Там плюс 10, поэтому я куртку одела. Там же у меня тут белые джинсики и вот такие вот кроссовочки из Бадена. На улице не так уж и холодно. Волосы у меня сейчас выглядят вот так. Надо, чтобы показать вам рубрику до и после. Видите, корни отросли очень сильно, и волосы стали длинные. И цвет мне этот уже не нравится. И нужно, короче, их вот так вот чик-чик-чик отрезать. Решила прогуляться на улице немножко. Как обычно, холодно, плюс 15. Нам нужно немножко погулять. Пришла я только что с улицы. Я говорю через нос, потому что у меня насморк. Я не знаю, где можно было простыть. Ну, продуло, скорее всего, потому что просто насморк. Ладно, хоть без температуры, без кашля и без прочего. Так, покажу небольшие покупки. Ну, так, по мелочи забежала. Купила вот такие пряники с начинкой, с кусочками яблок. Как пряничное настроение. Я такие не пробовала. Захотелось их приобрести. Затем укропчик. Потому что буду делать сегодня куриный суп. Здесь чек. Затем купила вот такое вот мяско. Небольшое. Ну, тоже у меня уже есть говядина. Просто я докупила томатная паста. Всегда я беру помидорку. Вот такую вот маленькую. Потому что если брать большую банку, потом все равно она плесневеет. Данисима. Вот такой творожный йогурт. С отворной черникой. Два. Ой, такой холодненький, такой приятненький. Так, потом там у меня еще редиска. И последнее, что я взяла, это тоже мясо. И это пестричинка, кстати, очень вкусная. Курочка. Она и бюджетная, и очень приятная. Бедрышко вот такое вот. 990 грамм. Первый раз за это лето я ем клубнику. Очень, кстати, вкусная и ароматная. Как обычно, я снимаю влог по каким-то кусочкам. У нас сейчас уже вечер. И сегодня я ходила на работу, но снимать не стала. Потом ходила в магазин метра. В метр купила в основном всякие разные вкусняшки. И также я забежала в магазин фикс прайс. Купила там вот такую вот щетку для умывания. 55 рублей. У меня такая была классная щетка. Ну, мне нужно было свою уже сменить, потому что она старенькая. Ну, я такую щеточку использую с пенкой, с гелем. Очень хорошо она чищает лицо, поэтому без нее не обходится ни одно мое умывание. И также вот в метро я купила вот такие вот новинки. Это любятовое печенье и мюсли. Вообще, раньше в магазинах продавалось всего только два вида такого печенья. По-моему, один вид печенья и мюсли с шоколадом, а второй вид с клюквой. И вот вышли новинки. Я просто обожаю вот это печенье. Оно идет со вкусом хлопьев и злаков. Ну, потрясающая вкусняшка. Снежек, как всегда, орет. И здесь у нас вышло яблоко, корица и тыквенные семечки и льняные семечки. Очень здорово. С удовольствием попробую сегодня их. Здесь у нас четыре такие вот упаковочки и в каждой упаковке две штучки. Я их очень люблю, поэтому очень рада, что вышли также такие новиночки. И также я опять буду сегодня пить парацетамол. Я уже болею, не знаю, больше недели. Сначала у меня был насморк, сейчас насморк уже более-менее прошел. Но теперь першит в горле и я чувствую, что назревает кашель. Пью таблетки, но что-то как мне особо помогает. Опять температура. Ну, ладно, я как бы не отчаиваюсь. Это все временно, поэтому пройдет. Сейчас сделала себе маникюр. Такой нежный, нежно-розовый. И прилепила также себе вот такие вот стразинки. Мне кажется, вышло очень мило. Ну что ж, забрала я очки. И на самом деле это просто какое-то сплошное расстройство и сплошная головная боль. Забрала я их вчера из оптики. То есть вчера они уже были готовы. Пришла я в оптику. Покупала, кстати, в оптическом регионе. Но так как у меня были линзы, я даже не посмотрела, какие там линзы. Вижу я вообще в этих очках. Не вижу. То есть я просто их примерила с закрытыми глазами. Посмотрела, как мне это оправа. Да, все хорошо. Ну и короче, все. Я их там нужно было просто расписаться. Потому что оплачивала я уже сразу. И на самом деле очень это неудобно. Потому что по факту ты платишь за очки сразу. Платишь за линзы. И не факт, что они тебе вообще подойдут. Я знаете, сегодня просто полдня, наверное, читала различные отзывы. О том, что на самом деле очень многим людям просто не подходят линзы. Либо глаза не могут привыкнуть к очкам. И даже смотрела, как можно вернуть заказанные очки. Какие есть права потребителя. Да, там законы. Но, конечно же, я опять пойду завтра в этот оптический регион. Сегодня я их пытаюсь носить. Но на самом деле они мне не подходят абсолютно. Я не знаю, в чем дело. Может быть, мне зрение измерили не так. Но когда я одеваю эти очки. Ну, давайте я их сначала вам покажу. Здесь такой чехольчик. Вот такие очки. Вот такая вот очень красивая у них оправа. То есть они и не маленькие, и достаточно большие, как я хотела. Очень красивая. Оправа стоила 2 800. Ну и также вот эти линзы. Вот очень классные очки. Но когда я их одеваю, я не могу просто в них ходить. Ну, во-первых, у меня начинает кружиться голова в этих очках. Во-вторых, картинка все равно какая-то у меня нечеткая. В-третьих, я не могу, знаете, сфокусироваться. То есть я поворачиваю голову. Я просто не могу сфокусироваться. В-четвертых, у меня как-то поменялся реально или сузился угол обзора. То есть я вот реально даже просто ходила по комнатам. Я не могла спокойно ходить. Я как будто бы у меня плывет под ногами земля. И реально на улице можно где-то споткнуться. Вот просто как-то, знаете, под глазами и перед глазами все плывет. Вот. Обычно такое бывает, если диоптрии не подходят. Читала также о том, что глаза должны привыкнуть. Но я считаю, что это не есть хорошо. Я когда покупала свои первые очки, у меня никогда не было никаких проблем. Планирую я также сегодня зайти в оптический регион и узнать по поводу очков. Что за фигня? Почему я не могу их носить? Я вот их одеваю и все. Мне хочется их сразу же снять. Вот я не знаю, мне кажется, что-то здесь вот с этими вот линзами. Хотя я ходила к акулисту, и она мне выписала рецепт на очки. То есть все должно быть нормально. Но не знаю вообще в чем дело. Поэтому схожу, узнаю, что такое. Вот для примера у меня есть вот эти вот очки. Они, конечно, старинные. Им уже сто лет в обед. Они, конечно, тоже потрепаны временем. Очень такие все поцарапанные, уже некрасивые. Но я их не ношу, конечно же, в повседневной деятельности. Я только дома одеваю. Я их заказывала в 2006 году. Очень давно. Но вот если сюда добавить немножечко четкости, цены бы этим очкам не было. Конечно же, сейчас зрение чуть-чуть упало, поэтому в этих очках я уже не так четко вижу. Вообще я не вижу вдалеке. То есть вблизи я все вижу прекрасно, вдалеке уже какие-то буквы я уже не прочитаю. Вот здесь все нормально с этими линзами. Ничего не искажается. Нет эффекта какого-то рыбьего глаза, знаете, как бывает в объективах. Ничего не искажается, не плывет нормально. А вот здесь просто невозможно их одеть. Невозможно просто в них выйти на улицу. Только что я сходила в Актический регион, сдала свои очки. Нужно было написать заявление и теперь буду ждать практически целый месяц, когда одобрят мою заявку и вернут деньги хотя бы за праву. Актический регион. Я буду теперь снимать видео в таком формате. Я только что пришла домой. Сегодня 25 июня. И сегодня была выпускной у моей двоюродной сестренки. Закончила она уже один из классов. Время пролетело очень быстро. И прямо честно говоря мне не верится. Я ходила сегодня в концертный зал, где им вручали аттестаты, также на работу. У меня сегодня был такой беготной день, потому что в 2 часа у нас сегодня было заседание на кафедре. И одновременно в 2 часа была выдача аттестатов. Также я с утра поехала к ней домой, накрасила ее. Потом пришла другая девушка, делала ей также еще прическу. И потом я голубым по Европам приехала в органный зал. А потом, ладно, там до работы у меня недалеко, побежала на работу, сломя голову. Потом с работы обратно на концертный зал. И такой прошел у меня день беготной. Я уже покушала, померила температуру опять 37,2. Сейчас буду пить партестамол. Температура уже полностью суббота держится. Но я как бы ее не особо чувствую. Но да, бывают моменты, когда голова какая-то дурацкая, как кружится немножечко. Как не могу я, короче, вылечиться. На самом деле я уже шла на поправку, пока в воскресенье я не попила холодный коктейль. И все, потом у меня тут опять заложила. Сегодня у нас 30 июня. И, как видите, на улице просто шикарная погода. Целый день идет дождь. Погода просто осенняя, холодная. Я даже одела шарф, потому что реально на улице холодно. Теплую куртку, которую я, наверное, ношу в начале апреля. Иду сейчас в ленту. Какие продукты купить. Я уже вернулась домой. Я заходила в магазин лента и также еще в один продуктовый магазин. Вообще я покупала все так по мелочи. И в магазин лента я чаще хожу, чтобы прогуляться. То есть пешком туда и обратно. Итак, в магазине купила я вот такую жидкость LaFresh без ацетона. Сегодня буду делать маникюр, потому что у меня уже, вот видите, облез мой маникюр. Так что нужно обновить. Потом купила сметану. Хочу сегодня сделать творожную запеканку 15% вкусняев. Потом купила два творога тоже вкусняев. Вот такой обезжиренный. Затем в ленте дали вот такую листовку. Опять тут нужно собирать наклейки. Всякие разные тут чемоданы. Ни за что не поверю, что чемодан стоит 12 тысяч. Мне кажется, по скидке он и так будет стоить 5 тысяч. В общем, очередной развод. Вот, купила в ленте вот такую шоколадку Milka Oreo. Я вчера попробовала такую шоколадку. Купила первый раз. Это какая-то новинка. Очень вкусная. Девочки, советую, если увидите. Мне она очень понравилась. Вот я говорила, что Milka тоже шоколад очень испортился. Но вот этот, я так понимаю, все, что новое, они выпускают вкусненькое. Потом, как будет набирать популярность этот шоколад, опять, скорее всего, будут менять качество этого продукта. И он будет опять невкусный. Ну, поэтому пока новинка, девочки, обязательно купите. Очень-очень вкусная шоколадка. Еще из вкусняшек 365 дней и рис сливочный. Тоже в ленте взяла. Мне он нравится. Так, с чайком попить почему бы нет. Далее вот такую купила жвачку Derold White. Стоила 19 рублей. Потом в магните купила персики. Наконец-то у нас появились крупные нормальные персики. Килограмм стоит 129 рублей. Купила 4 штучки. Вроде бы мягкие. Попробуем. Еще вот такой котык купила. Это тоже на запеканку. Вообще я хотела купить ряженку, но ее не было. Поэтому взяла котык. В принципе, практически то же самое, что и ряженка. Еще шоколадка. 365 дней. Тоже в ленте беру. Вкусное. Тесто слоеное, дрожжевое. Как обычно в ленте покупаю. Я потом купила вот такой продукт. Моя семья. Яблочный микс. Это, я так поняла, какой-то сок с мякотью, с трубочкой. И последнее, конечно же, что-то косметическое мне нужно было купить. Я взяла DAV мусс для душа с маслом кокоса. Там еще был мусс с розой. Как раз таки с красным ценником. За 150 рублей, по-моему, купила. Попробую. Я обожаю муссы. Поэтому, как вижу, какой-то мусс для душа, я сразу же покупаю. Надеюсь, этот будет хороший и кожу сушить не будет. Пока торопилась, немножечко я обожглась. И нанесла сразу же вот такую вот пенку. Это мой помощник на кухне. Пантенол, спрей с алоэ вера облепиховым маслом. Если вы обожглись нечаянно, или там, не дай бог, прокинул на себя кипяток, то сразу же наносите вот эту пенку. И потом сразу же не остается никакого следа. Ни малейшего покраснения, никакого шрама, никакого следа. Абсолютно не будет, если нанести вовремя. Аромат очень такой нежный. Немножечко печет. Подержу где-то минут 20, потом уже смою. На ужин будет картошка с курочкой. Я на самом деле не помню, когда я вообще ела в последний раз. Я сегодня просто целый день набегу. То в одну точку, то в другую точку. То опять возвращаюсь, то опять прихожу обратно. И теперь наконец-то можно сесть и спокойно поесть. Поэтому все, кто кушает вместе со мной, желаю приятного аппетита. Купила сегодня черешню. Это все, что от нее осталось. Желтенькая и такая темно-красная. Мне больше нравится, кстати, бордовая черешня на вкус. Она более такая сладкая. А желтенькая, она мне кажется, немножечко горчит. Но все равно черешню я очень-очень-очень люблю. В общем, сходила я уже в оптический регион давным-давно. Нужно было там написать заявление. И потом должны были вернуть деньги. Но так как я оплачивала по карточке, поэтому мне сказали ждать день, либо три дня, либо неделю. В зависимости от банка. Пока они перечислят мне средства обратно. Вернули мне, конечно же, деньги только за праву. Потому что сами линзы, они возврату не подлежат. Деньги мне пришли где-то, наверное, через дней шесть. Также мне отдали бумажки. И также отдали мне две мои линзы. Ну и в любом случае продавец сказала мне, чтобы я эти линзы ни в коем случае не выкидывала. Потому что линзы хорошие. Но я в этом деле абсолютно и не спорю. Но она сказала, что нужно просто выбрать хорошую оправу. И чтобы мне под определенную оправу уже вот эти вот линзы вырезали и наконец-таки вставили. Также я вам, по-моему, не показывала. Для сравнения я покупала вот такие вот очки. Это самые дешевые очки, которые очень часто продаются где-то, знаете, там в переходах. В каких-то таких небольших ларечках. Вот что-то типа такого. Я купила эти очки, по-моему, за 550 рублей. Они, как видите, немножечко побольше. Ну, чем эти очки. Но поменьше, чем та оправа, которую я заказывала. Вот в этих очках я вижу хорошо. У меня ничего не искажается. Но здесь, конечно же, обычный пластик. Самый дешевый. Я читала, что в таких очках можно запросто посадить свое зрение. То есть, лучше, конечно, заказывать очки и покупать нормальные линзы. Но я их купила как раз для того, чтобы можно было ходить дома. Потому что, ну, эти уже такие поцарапанные. В них не очень хорошо уже видно. Такие очки мне были как раз-таки нужны. Вот, поэтому в этих очках у меня все хорошо. Ну, и, короче говоря, что мне сказал продавец-консультант в этом оптическом регионе. То, что мои глаза, естественно, не привыкли к такой большой оправе и к такой большой линзе. К тому же, эта линза была тонкая. А у меня, видимо, вот здесь было толстое стекло. И за счет этого у меня конкретно все плывет. То есть, вот здесь вот видите, да, оправа очень маленькая. Поэтому глазу комфортно. Там оправа была большая, линза большая. За счет этого у меня, конечно же, происходит такое вот искажение. Ну, возможно, да. Но я, знаете, не хочу травмировать и мучить свои бедные глаза. Поэтому мне уже как-то было абсолютно все равно. Вот у меня есть вот эти пока очки. Ну, и с теми линзами я тоже что-нибудь буду делать. Скорее всего, выберу оправу. Либо вот такого типа. Может быть, еще чуть-чуть поменьше. Ставлю вот эти линзы. Перезакажу. И надеюсь, потом уже будет все нормально. Но пока вот этих вот приключений с этими очками мне уже хватит. Просто продавец-консультант мне об этом ничего не говорила. Да, что у меня там глаза могут привыкнуть, не привыкнуть. Ну, естественно, никто от этого не застрахован. Да, у всех глаза разные, привыкают по-разному. Но если бы я знала, конечно же, я бы, наверное, не стала заказывать. Ну, ничего. Тоже это некий жизненный опыт. Ну, что ж, на сегодня я буду заканчивать этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте также подписываться на мой канал, на мой инстаграм. И, как обычно, я желаю всем отличного настроения, удачного дня. Всех целую. Всем пока-пока.